окей ты выглядишь хуёво это на тебя так открытое пространство влияет тебе подойдешь обязательно отхватишь комплимент это на свежем воздухе неплохо сохранился видимо на всех открытые пространства влияют по-разному это тут ни при чем есть одна простая истина благодаря которой я ночью засыпаю как младенец а утром просыпаюсь с новыми силами чувствую сейчас я и узнаю мы кочевники сами выбираем себе семью каждый из нас доверяет другим и несет ответственность перед другими что бы ни случилось семья никогда не бросит не повернется к тебе спиной понимаешь о чем я толкую понимаю и наверное всегда понимал ладно иди лучше подготовься у нас по плану переход границы и побег от буря денек будет насыщенным нужна помощь с подготовкой нет все давно упакованы и погружены ждали только тебя отлично тогда пройдемся по плану официальные кпп отпадают это ты сам понимаешь поэтому поедем по старому туннелю он рядом со стеной погоди и сейчас про один из ваших знаменитых туннелей он кстати один из самых старых его выкопали сразу после первой войны мы уже давно им не пользовались нам дали знать что найтовцы нашли его и установили наблюдение вы его просканировали по нему можно проехать он не обвалился нормально все с ним главное чтобы выдержал наш переход а потом пусть обваливается он нам больше все равно не пригодится туннель это прекрасно но до него еще надо доехать и что вы планируете делать с охраной на границе у них там техника во всех направлениях и дроны в патруле круглые сутки а может и что-то тяжелее не ссы мы знаем что там и как это обойти кэрол и кассиди отвлекут от нас корпоратов и типа никто нас не заметит погранцы рано или поздно допрут что что-то не так но когда их осенит мы будем уже очень далеко да и с этой бурей нам повезло она заметет все следы вряд ли какая-то буря сможет сбить корпоратов с толку у них будет куча других забот а даже если не будет пусть попробуют нас догнать быстро пожалеют допустим мы перебрались что дальше ну для начала поедем в лагерь к остальным а дальше уже все вместе двинем к тусону там станет полегче я правильно понимаю мы знаем эти дороги как свои пять пальцев а в меня были сомнения но похоже теперь можно не беспокоиться сегодняшнего дня тебе больше не нужно решать все самому и всегда будут те кто тебе помогут ты привыкнешь спасибо ладно пора выкатываться а то еще бури накроет мне казалось ты не приедешь а я приехал ты разочаровано не знаю пока сложно сказать мы готовы едем за вами по нам но что газуем тогда подключайся мы и так тут засиделись секунду у тебя теперь новая жизнь ты должен начать ее как настоящий кочевник за штурвалом поезжай прямо огибай большие ямы и не теряя из виду остальных я разберусь нитро смесь будет идти прямо в цилиндры потому что безручной синхронизации нас разнесет к херам этого лучше бы избежать бля до меня только что дошло что стена ее не было когда я была мелкой я даже не думала что ее построят мне тогда казалось что на севере все иначе я думала там меня ждет светлая мать его будущего я знаю что было дальше когда-то оказалось по ту сторону ничего не поменялось и ты подумала что в найти те уж точно все будет иначе да и финал этой истории ты тоже знаешь а теперь как видишь я возвращаюсь к началу нет на той стороне быть может все по-прежнему но ты-то изменилась сильнее ты готов я всегда готов тогда под нажмем давай полный вперед они выпустили дроны удачи ребята увидимся на той стороне удачи с нитро все окей попрощайся с найт-сити это твой последний шанс мне уже нечего ему сказать заводи твое место за штурвалом на поехали как раз то чего ты хотел новая жизнь только не тормози по нам пожалуйста а Девушки отдыхают. 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 быть главной. Со стороны все казалось гораздо легче. Но я так рада, что ты у меня есть. Ты даже не можешь себе представить, как много это значит для меня. Но вот мне надо идти. Я скоро к тебе вернусь. Обещаю. Ви, привет. Я как подумаю, что мы вместе провернули. До сих пор сердце колотится. Горстка кочевников против Аросаки. Как мы вообще живыми ушли. Все против нас было. Я думал, все там поляжут. Но у нас получилось. Я тебе скажу, почему. Потому что нас вел не кто-нибудь, а ты, Ви, самый дерзкий наемник во всей Америке, от Пасифики до Апалачи. Не знаю, что ты будешь делать, какие у тебя планы. Но помни, мы пойдем за тобой в вагоне в воду, брат. Только скажи. Удачи тебе на дорогах. Береги себя. Это бестия. Я хотела... Ммм, автоответчик. А, ну и ладно. Ви, у меня такой вопрос. Ты сможешь передать от меня сообщение Джоне? Даже два. Первое. Он нагло разбалованный хер с манией величия. И второе. Я рада, что мы с ним поговорили. Это все. Берегите себя там. Оба. Слышь, Ви, прикинь, мне тут позвонили. Ёп твою, чё, опять автоответчик? Пиздец, ты вообще трубку когда-нибудь берешь, реально, а? До службы техподдержки уже проще дозвониться, чем до тебя. Ви! Мы. Блядь, забыл, чё хотел уже. А, во, да. Сяки, звонил мне агент Аскрекс. Предлагает ехать с ними в тур. И я сначала такой, да нахуй, пошли вы нахуй. А потом думаю, а чё бы, собственно, нет. Может, развеюсь немного. А? Как думаешь? Вот я не знаю пока. Ну, вот я тебе рассказал последние сплетни. Захочешь поболтать, звони. Пока. Привет, Ви. Тут, в общем, такое дело. Парни с пятого участка накрыли магазин, где торговали нелегальными пушками. Обрезы, электрошокеры, гранаты с горчичным газом. Сверху пришел приказ все это уничтывать. Но я посидел, подумал. Может быть, ты найдешь всему этому какое-нибудь применение, так сказать, во благо. Я не забыл, что ты сделал для нас. Для меня и для Рэнди. Этому городу нужны такие люди, как ты. А снарягу уж я обеспечу. Это тебе за помощь, Ви. Услышимся. Перед тем, как сделать сыпупку, самурай сочинял Джисей предсмертные стихи. Он делился последними мыслями о жизни, о смерти. Я прочитал много таких. Некоторые настоящие шеневры. К сожалению, я не самурай. Поэтому я попрощаюсь с тобой по-простому. Гори в аду, Ксуэру. Привет, Ви. Это Джефферсон Пиралис. Ну, мэр Найт-Сити. Я звоню насчет нашей программы по обеспечению жильем бездомным. Так вот, не хочешь ли ты управлять моим личным отрядом телохранителей? Ты знаешь, у меня не так много людей, которым я могу доверять. А на следующей неделе мы собираемся повысить налоги. Так что я заранее готовлюсь к худшему. Приезжай, обсудим подробности, поговорим об оплате. На безопасности я никогда не экономлю. Подумай, хорошо? Я на связи. Привет, Ви. Я тут, в общем, подумала о тебе и решила быстро разложить карты. Я знаю, знаю, надо было гадать с тобой, чтобы результат был яснее. Но мы так долго не виделись и... В общем, ты меня понял. И знаешь, что я вытащила? Колесницу влюбленных и солнце. Похоже, тебя ждет счастливая жизнь. Не зря ты все-таки уехал в пустоши. Удачи, Ви. Будь свободен. Субтитры создавал DimaTorzok